Всем привет! Ну что, давайте обсудим, какие ароматы я купила за последние три месяца. Возможно, я как-то уже говорила, что в сентябре-то я купила ноль ароматов, просто ноль. Я уже сама забыла, и вот сейчас я собирала, открыла, да, свою-то эту книгу. Ой-ой-ой, что-то поступилось. Я прям удивилась, что, да, действительно, ноль ароматов было у меня за сентябрь. За ноябрь у меня был один парфюм. Это был парфюм от фирмы Шейк. Сейчас вам, кстати, его сразу и покажу. Мне он понравился. Это аромат под номером 303. Аромат аналог на Бакару Руш 540, только версии Эликсир. То есть, менее медицинская такая вот Бакарушка, более сладенькая, более такая ягодная, клубничная. На мой взгляд, не так распространяется шлейф у этого аромата, нежели у Бакары Руш обычная, не версия Эликсир. Но мне все-таки сам аромат здесь прям нравится больше. То есть, я его могу носить, мне в нем хорошо, нормально, уютно. А Бакара особенно... Ну вот, знаете, и в старте свои нюансы, которые меня душат, и в базе тоже вот этот мускус, вот эта медицина тоже меня очень-очень душит. Вот, кстати, не знаю, куда деть. Ну ладно, пускай постоит. Потому что год назад я носила нормально эту Бакару версии Шейк, а сейчас как-то нет. Ну, в общем, теперь у меня есть 10 миллилитриков. Кто не знает, этот флакон раскручивается. Почему ты не раскручиваешься? Ну, в общем, он раскручивается. Это надо хорошенечко так мужа попросить. И, в общем, можно сюда будет тоже что-то наливать. Очень удобненько в поездке особенно брать. 10 миллилитров вообще за глаза, правда же? Если вы куда-то едете именно вот прям на отдых. Ну, в общем, классный аромат. Буду им пользоваться. Что-то прям, знаете, забыла про него. Хотя вот только в ноябре его купила. И все. Насколько мне не изменяет память, это было как бы за ноябрь все. Почему так произошло? Потому что за октябрь те ароматы, которые ко мне приехали, я еще в ноябре снимала про них какие-то видеоролики, да, какие-то обзоры. И поэтому, видимо, ну, то есть, знаете, вот когда есть ароматы, ты про них еще не рассказывала. Поэтому ты знаешь, что надо про эти снять видеоароматы, про вот эти ароматы, вот такая подборка, вот такая подборка. И как бы нет желания купить тогда новый аромат, потому что еще про вот эти ты не рассказала. Я поняла, как это срабатывает у меня. Сегодня буквально я могла забрать посылку с парфюмами и, значит, в Алберис там заказики у меня есть. Но мы уехали с города с мужем, а заезжали с другой стороны города. И, в общем, все. Просто как-то у нас с головы вылетело, что нужно заехать по пути в Алберис. Так что, в общем, ноябрь один аромат. Я этому, правда, рада, потому что, ну, на самом деле, я уже просто смотрю и думаю, куда ставить, куда ставить, что с этим делать. Распродажу устроить? Нет. Ну, то есть, они мне все важны, все нужны. Даже тот же Avon. Там уже половина-то, ну, снятых ароматов, а они тем ценнее, что они снятость. Поэтому тут уже, конечно, от них не избавишься никак никогда. Я даже с рук нет-нет могу снятость прикупить. Ну, это еще было в прошлом году, по-моему, да? Сити Раш. А ну-ка, найди. А я новый купила в запакованной коробке. Правда, аромат 14-го года выпуска. У него уже сроки годности прошли. Но он превосходный. Это я, знаете, зимний аромат. Хочу сделать подборку. Сначала хотела осенний сделать подборку. Один выставила и не сделала. Теперь, ладно, думаю, я его включу в зимнюю подборку. Ну, стоит, ждет товарищей. Итак, подходим мы к октябрю. Что же у меня было в октябре? Я купила на Валберес череш в 30 миллилитриках. Была прям-таки хорошая цена. Рублей за 400, даже 30-ка. Таких цен уже я не помню давным-давно. Дело в том, что когда я беру в использование вот такую 30-ку от Avon Cherish, а кто не знает, это мое парфюмерное я. Много лет. Ароматы другие приходят, а Cherish остается. Знаете, я бы могла сказать, что, например, Труссар Дидон на мое парфюмерное я. Нужно снять парфюмерное я. Я прям сразу записываю. Потому что, знаете, у меня бывает прям поток идей и мыслей. И как будто бы я не успеваю все это снять. А потом... А что снимать? Знаете, как будто бы вот это вот все. У меня все, что было, все стерли. Так, парф... Я. Так вот, когда я беру в использование 30-ку, то в загажничке у меня просто обязана стоять еще одна. И вот, конечно же, я ее купила. Причем интересно, что я не покупаю в полной версии, потому что там такой вот круглый флакон с широким дном. Он много места занимает, например, в сумке, если его с собой брать. А вот этот флакончик совершенно ничего не занимает в сумочке. Да, он как бы плоский, кинул и все. Можно даже в маленький клатч его, в принципе, бросить. Поэтому я предпочитаю именно череш покупать в 30-ках. В общем, первый аромат. Про что этот парфюм? Цветок вишни, да, сакура. Ну, вот нечто такое похожее. Знаете, розовый перчик в нем есть. То есть, в нем есть женственность. В нем есть даже легкая такая какая-то мягкость, цветочность. А цветы именно, да, вот вишневые или вот что-то такое есть вкусное. То есть, не откровенно ягодное, да, или там какое-то. Нет, ну вот с таким вот легким намеком. Но вот этот перец, он дает сексуальности, наверное, аромату. Он просто невероятен лично на мне. На моей коже он раскрывается просто каким-то, я не знаю, потрясающе. Какая-то химия такая происходит. И вы знаете, когда я его наношу на руку или вот сюда, ощущение, что парфюм, мой организм вообще пьет этот парфюм, впитывает в себя. И потом не только здесь и здесь, куда я нанесла, есть аромат этого аромата. То есть, знаете, вот, ну, чуть ли не на пояснице. То есть, вот полностью мое тело потом истончает, истончает вот этот парфюмчик. Я не знаю, как это работает. Я только с этим ароматом так замечала у себя. И поэтому я его очень люблю. Он мне подходит. В нем есть и нежность, и женственность. И, ну, он не прост. То есть, там такой прям перчик-перчик. Дальше. Шейк под номером 20 купила я. Под номером 20. 20 миллилитров. Неправильно записала. Под номером 322. Это аналог на My Way. Это Армани, по-моему. Ну, в оригинале Армани. Почему? Потому что все говорили, что пахнет очень сладкой, классной ежевикой. Вообще, это белоцветочный аромат. Белые цветы, там, тубероза. Вот эти, да, белые цветы. Они дают иногда, ну, не только тубероза, но, в общем, иногда дают ощущение виноградности. Здесь действительно есть легкий оттенок ежевики в старте. Но потом он немножечко уходит мне тоже. Знаете, вот и не до ежевика, и не до виноград. Вот что-то среднее. Аромат невероятно густой. Сладкий, терпкий. И почули есть в базе. А обычно почули и... Что там? Почули и тубероза как раз-таки дают. Вот, например, виноградность. Какой-то он томный, красивый, древесный. База шикарная. Стойкость шикарная. Зимний. Густой, вечерний, торжественный, праздничный, женственный. В общем, самый-самый крутой, самый лучший. Один из лучших зимних ароматов, наверное, в моей коллекции. То есть я не получила ту самую ежевику, но я получила просто превосходнейший аромат. А как красиво он на мне раскрывается в базе, когда нет уже, в принципе, ни цветов, ни сладости, ни ягодности никакой, да. А вот эти деревяшки, они, знаете, чуть-чуть, так, немножечко напоминают даже унисекс, но при этом это все-таки женские такие, да, деревяшки в базе. Но это так стильно звучит, просто обожаю этот парфюм. Так что вот в месяц по шейку, знаете, а мне говорили, вы шейк перестали покупать. Да где ж я перестала шейк покупать? И еще хочу, еще хочу манго-скин. Вот этот вот аромат прям, наверное, буду брать. Буду брать практически пробничек уже сносила. Ну, оригинала, да, оригинальная. Так, Нина Ричи, 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 Дэнсинг. Кто ты там? Дэнсинг Рибан, по-моему, да? Или я сейчас что-то придумала? Да-да-да, Дэнсинг Рибан. Это что у меня? Туалетка? Парфюм, Эда Парфюм, парфюмерная вода, 50 мл. Нина Ричи. Честно признаюсь, я им, ну, пользовалась только, когда тестировала, на себя наносила. Но вот куда-то прям на выход я его на себя так и не нанесла. Это тоже аромат довольно почульный. Знаете, он такой темный какой-то. Он такой резкий. Почули здесь все-таки немного для меня этот аромат. Я не знаю, есть ли там почули, но для меня они здесь четко слышны. И для меня это немножечко такие, ну, не подвальные. Вот какие-то такие затхлость такая есть. Есть резкость такая. Вот по типу как раз-таки перчика. Но здесь, по-моему, не перец звучит. Здесь, ну, наверное, имбирь так звучит. В общем, такой вот он немного резкий, но при этом красивый. Также вечерний. Именно такой на выход дискотечный, да. Ну, то есть, ну, не зря дэнсинг. Хочу ричи-ричи просто вот в обычном флаконе, не вот эту вот лимиточку. Это, по-моему, лимитка десятого года. Если мне не изменяет память до выпуска, у него, по-моему, десятого года. В общем, классненький аромат, стойки, шлейфов и все превосходно. Это, кстати, по-моему, первый аромат у меня на ричи. Я еще хочу яблочко в туалетной воде безумно хочу. Ну, обычное красное яблочко. Яблочко. В общем, супер ричи-ричи хочу. Классическую версию. И туалетку яблочко. Ну, а вот этот аромат ко мне приехал в октябре. Очень рада ему, конечно же. Дальше розовая молекула. Моя любовь. Мое солнышко. Моя вкуснятинка. Я, конечно, нет-нет пользуюсь. Ну, вот знаете, 30 миллилитров всего лишь. Такая вот тревел-версия, да. А редко пользуюсь, а потому что мне жалко. Я думаю, что, ну, глупо было бы заказывать 2 по 30, потому что, ну, 30 миллилитров. Я не помню, что-то вроде 3 400 стоил этот флакон. Можно было бы, наверное, 50 миллилитров купить за 5, за 5 с половиной. А если 2 по 30, ну, дороже, скорее всего, выйдет. Но я думаю о том, что все-таки мне нужен прям запас вот этой вот парфюмерной водички. Очень-очень мне просто необходимо. Ну, говорят, мой муж говорит, что бузины здесь нет. Но я ощущаю бузину, хотя я ее не нюхала. Ну, то есть именно такая вот какая-то ягодка. Она есть. Она такая терпкая. Она не кислая. Вот что-то есть такое вяжущее терпкое. Розовое шампанское. Такое кружащее голову. Вот эта вот алкогольность. Вот эта вот молекулярность. Все-таки аромат я могу отнести к более свежим, к летучим, таким красивым. В общем, люблю, обожаю розовая молекулка моя. Моя роднулечка. Моя красотулечка. Мое холюсенькое. Монтбланк. Как только он ко мне приехал, я им обливалась. Сигнач, по-моему, называется аромат. Фирма Монтбланк. Вот так фирма называется. В общем, сливочный. Причем и перченый тоже. И сливочный, и мягкий, и лактонный. И какой-то мороженое пломбир. И очень-очень нежненько. Очень так окутывающе. Немножечко он согревает. Ну, то есть, вот он не прям вот такой сладющий, но очень красивый. В нем есть и детство, и женственность в нем есть. И вот этот перченый акцент все-таки он, ну, то есть, вот я не просто такой вот весь сливочный. Наверное, если бы просто был аромат сливочный, мне было бы скучно. Все-таки я люблю, когда есть розовый перчик, либо что-то такое напоминающее. Да, вот а-ля такую перченость. Почули тоже. Вот почему я люблю все-таки вот эта горчинка резкая что-то. Вот это вот. Ну, люблю я такие именно нотки. И здесь, вот, пожалуйста, и все так чинно, благородно, мягко, сливочно, окутываю еще лактонно. Но перчик здесь тоже есть. И уже вы не очень такая прям нежная и такая добрая. Нет, совершенно нет. Нет, здесь тоже есть такая вот изюминка. Но все-таки, вы знаете, а, ну, я здесь пробнички не записывала. Я думаю, что ничего страшного. Все-таки This Is Here от Zediqualtère я все-таки когда-нибудь куплю. Вы знаете, я так подумала-подумала. Все-таки когда-нибудь. Хотя этот аромат мне, в принципе, заменил тот аромат. Ту мою хотелку. Black Excess от Paco Rabanne. Буквально вчера, позавчера я им пользовалась. Пятницу вечером. Знаете, у меня вот в 10 миллилитрах... Нет, даже какие? 10. 8, по-моему. 10, 10, да. В 10 миллилитрах у меня Paco Rabanne Black Excess. И я так понимаю, что я не обойдусь без флакона. Мне необходим полный флакон. Аромат очень-очень-очень сладкий. Аромат густой. Аромат, ну для меня, знаете, такой чуть-чуть даже восток есть. Вот такая густота. Знаете, вот что-то похожее на вот этот вот шейк. То есть сама концентрация парфюмерная, она невероятно плотная. Здесь что за сладость такую дикую отвечает? Что-то вроде как там то ли попкорн, ну вряд ли, то ли сахарная вата, вот что-то такое есть. И действительно, аромат взрослый, аромат даже очень сексуальный, сладкий, вечерний, зимний, густой. Очень плотный и очень шлейфовый. Но вот это отголосок сладкой ваты. То есть, ну ее вот так просто не услышишь, если вот прям, ну, вдуматься. Ну что-то есть, просто вы не поймете сразу, что это именно, например, сладкая вата. То есть не детскость, но что-то такое есть притягательное. Знаете, вот когда вы в самолете, значит, что-то есть такое притягательное. Так, ну, представляете, я снимала-снимала и просто выключилось видео. Самолет пролетел, и это какие-то радары, что ли, или что. В общем, вот эта сахарная вата, она все-таки, знаете, немножечко притягивает к себе и так обезоруживает. В общем, я думаю, что я без него, правда, не обойдусь. Я бы хотела себе, я говорила как-то, что я хочу себе тридцаточку. Оказывается, на тридцаточке нет этой змеюки классной. То есть тоже, да, вроде бы сладко, вроде бы вкусно. Вот она так все, ну, так чинно-благородно все вроде бы просто. Иди ко мне, я такая вкусная конфеточка. Но вот эта змея на флаконе, она тоже нам говорит о том, что здесь не все так просто. Вот эта вот сексуальность, вот эта вот такая вот женщина-хищница слегка, да. Просто я придуряюсь, что я очень добренькая. Вот это тоже в этом аромате есть. То же самое, что и здесь. Все мягкое, классно, вкусно. Ну, имбирь, по-моему. Ну, в общем, ощущение такого перца, да. То есть, ну, тоже не все так просто. И здесь то же самое. И здесь то же самое. Вот люблю я, когда какая-то такая перченая изюминка есть, тогда это абсолютно точно мой аромат. В общем, вот такие вот ароматы у меня были. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь получается. Причем, причем по 50 миллилитров только два парфюма, как вы видите. Вот здесь два по тридцать, один двадцать, два по десять. То есть, как бы не в больших таких объемах. И слава богу, потому что ставить некуда. Но мне еще пришла посылка. Там полтинник, наверное, аромата, который мне очень сильно понравился. И знаете что? В общем, это будут ароматы, которые куплены и были уже по затесту, либо по пробникам с рандеву. Это был аромат, вот полная версия, тот, который я купила по аромабоксу. Мне этот понравился парфюм. И знаете, как бывает? Я хотела еще раз достать этот аромабокс и протестировать этот парфюм. Потому что бывает такое, что вам понравилось. Два месяца прошло, вы больше к нему не подходили. Просто сделали себе галочку, что вы его хотите. А время пришло, когда заказывать. И я бы хотела протестировать еще раз. Я поняла, что я подарила этот аромабокс. Ну, вот так. Что иногда я вроде как, ну, я уже знаю, что я его хочу. И все, я отдала. А вот я, ну, как бы это нормально. В общем-то, куда мне их ставить тоже, да? Тут ничего страшного нет. Но я думаю, что надо именно вот эти пробнички доставать и оставлять себе. Потому что будет сейчас очень сильно обидно. Если 50 миллилитров флакон придет чуть-чуть более, чем за 6 тысяч рублей. А я пойму, что это вообще, ну, просто не то. Вот, ну, вот, ну, не то. Хотя я, конечно, пошла на фрагрантику. Я почитала пирамиду. И там тоже есть розовый перец. И я подумала, а, ну, все, все. Теперь я поняла, почему мне нравится этот аромат. Вот, я уже думаю, может быть, на фрагрантике просто, знаете, по нотам сделать поиск. Самый розово-перченый аромат. Просто вот какой самый-самый. И купить его себе. Потому что, ну, вот, видимо, очень люблю я розовый перчик. Особенно в какое-то такое прохладное время года. Вот как-то так. Вот, в общем, скоро будем смотреть посылку. Еще, кстати, за участие в восьмое чувство рандеву нам рандеву начислили 5000 баллов. Ну, получается, это как бы приравнивается к 5000 рублям. И вот я думаю супругу сделать парфюм на Новый год. Подарок купить, значит, заказать ему парфюм. Я в раздумьях, что именно выбрать. Есть у меня парочка ароматов, которые у меня стоят на заметке. И, вроде как, с 1 декабря, по-моему, да, по 30-е в магнит-косметиках до 50% скидка распродажа. В общем, поеду разнюхивать. Может быть, что-то найду из того, как раз-таки, о чем я думаю. В принципе, это Calvin Klein Eternity. Кстати, кто знает, напишите. Я просто на фрагрантике посмотрела аромат Chanel Platinum Egoist. Тот, который есть сейчас у нас. И максимально похожий, и он, правда, похожий даже по пирамидке, Calvin Klein Eternity. Ну, в общем, по-моему, в туалетке. В общем, мне нужно теперь протестировать и посмотреть. Вот, и еще там один надо мне как где-нибудь найти и протестировать. Если нет, придется вслепую заказывать. Ладно себе вслепую заказывать, а супругу, знаете, ну это такое. Все, я, как всегда, разболталась, заболталась. Все, мои дорогие, спасибо огромное за просмотр видео. Что, нет, как-то какое-то светлое пятно или что? Или это так парфюмно пшикало нанесло? Да? Отсвечивает как будто бы. Ладно. Спасибо огромное за просмотр. Я недавно нашла очень интересную девушку-блогера. Так она говорит, лайк сам себя не поставит, знаете ли, намекая на лайки. Все, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok